Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Возникла насыщенная проблема, пишет человек с именем Елизавета. У меня есть молодой человек. Встречаемся суммарно два года, но с переборами. Когда-то мы начали встречаться, провстречались 8 месяцев и расстались по моей инициативе, пока его было невозможно терпеть. Он очень-очень-очень ревнивый. Я не могу поздороваться с однокрупниками, не имею права иметь друзей мальчиков, ни в коем случае не могу просто поговорить с кем-то из мальчикового пола. Человек следит за мной через соцсети моих друзей, всех просматривает. Любая моя вылазка на день рождения, подруги, спровождаются 40 дней. Я всегда адекватно не пью, верно и т.д. Нет поводов, так вам не сомневаться. Мы расстались, но через год зашли снова. Я думала, что смогу справиться с подобным на этот раз. Но вот мы снова вместе, чуть больше года, и все начало постараться. Чем больше я пытался не воспринимать это близко к сердцу, терпеть, тем абсурднее становятся ситуации и споры. Причем, когда он понимает, что делает дискрусование, начинает вести себя нормально, заботиться и т.д. Но потом все постараются. Я очень устал от этих отношений, хочу быть просто свободным. На этот раз расстаться с ним тяжело даже мне. Что мне делать, как быть, не понимаю, как правильно. Или для этого. Ну, у вас в данном случае есть несколько таких вот основных моментов, на которые мне бы хотелось обратить внимание. Да? Первое, это то, что ревность вашего молодого человека с вами не связана никак, от слова совсем. И живет она, условно говоря, своей собственной жизнью. Нет, конечно, какое-то влияние, вне всякого сомнения, присутствует, безусловно. Да, какое-то влияние. Вот. Но это влияние вами обастрировано постольку-поскольку. То есть, там, дело не в том, верные вы или неверные. В какой-то степени, да, даже было бы легче молодому человеку, если бы вы были неверные. Вот. Потому что тогда бы его подозрения бы оправдались. Вот. И, собственно, все пришло бы в какой-то степени в норму. Вот. То есть, получив подтверждение своим мыслям, человек больше бы имел шансов успокоиться, нежно, чем сейчас. Кстати говоря, некоторые люди в парах так поступают. Мол, типа, считаешь, что я тебе изменяю? Ну, вот, на, пожалуйста, я тебе изменю, а что дальше? Вот. Конечно, это не выход, безусловно. Я не говорю, что вам нужно изменить. Нет. Я говорю просто вот о том, что есть вот такие нюансы. Вот. Поэтому, в первую очередь, здесь вопрос к вашей уверенности в себе. Здесь есть вопросы к наличию у вас чувства стыда, вины. Вот. То есть, к тому, что вы чувствуете, когда вас, условно говоря, подозревают в измене. Что вы чувствуете, когда пишете, что я адекватно не пью и верно. То есть, почему-то вы чувствуете здесь необходимость оправдываться. Чувствуете здесь необходимость как-то вот, ну, демонстрировать, да, что, в общем-то, его претензии к вам не оправданы. Вот. Вот эта вот, как бы, мотивация, ваша субъективная сторона того, что вы чувствуете необходимость оправдываться, вызывает вопрос. Собственно, молодой человек наверняка это чувствует, и это служит одним из мотивов для того, чтобы, ну, вас, условно говоря, терроризировали. Понятно, что причина это не единственная, основная причина, это, конечно же, его собственные проблемы, но, тем не менее, это первое. Второе. Значит, вы пишете, значит, простречались 8 месяцев, расстались по моей инициативе, да, вы пишете. Мы расстались, но через год сошлись снова. Я думала, что смогу справиться с подобным на этот раз. Вот что вы здесь имеете в виду? То есть, обратите внимание, вы говорите по факту, что не было тенденций эту проблему решить на уровне проблемы. То есть, как бы, друг, я тебя люблю, но вот у тебя есть такая проблема, ты, там, слишком не уверен в себе, да, и, соответственно, давай, как бы, пойдем к психологу, там, решим эти вопросы и так далее. Такого почему-то нет. Вы говорите просто, что, как бы, ну, я думал, с этим справиться. Справиться с чем и как? С чем и как справляться здесь? Справляться с тем, что, не знаю, вас ограничивают в свободе, справляться с тем, что, не знаю, вас как-то постоянно, не знаю, преследуют. С чем справляться-то, собственно говоря, вот, и как? И почему вообще нужно с этим справляться, вот, особенно в данном случае, когда, ну, речь идет, значит, про ревность, как бы, да, и так далее. Вот, поэтому, честно говоря, это вызывает больше вопросов, вот. Дальше, вы пишете, значит, чем больше я пытаюсь не воспринимать это близко к психологу, больше терпеть, и нам стырнется на эту ситуацию. А для чего вам это терпеться? Зачем вы это терпите? Чтобы что? Ну, если говорить о любви, например, то любовь это, в первую очередь, безусловное принятие человека. Причем, принятие не просто, вот, просто какое-то принятие, ну, можно сказать, сухое, да, скажем так. А принятие именно на уровне того, чтобы, ну, вот, человек такой, и он мне, ну, в принципе, таким нравится, вот. То есть, я, ну, понимаю, что вот он такой, я понимаю, что он вот такой, ну, ладно, я его таким люблю, например. В данном случае этого нет. В данном случае этого нет. Вы именно что терпите? То есть, о любви, как таковой, в данном случае, речь не идет. А принятие этого, в данном случае, речь не идет. Но, тем не менее, вы все равно его терпите. Для чего? Зачем? Непонятно. Вот. Понимаете, да? Дальше. Вы говорите, значит, когда делаете при расставании, он начинает вести себя нормально, озаботиться и туда. Здесь игра в догонялки. Есть такая вот психологическая игра. Догонялки. По типу той, что дети. По типу той, во что дети игра. Когда один убегает, второй догоняет. Ну, вот это вот, примерно, оно самое. То есть, человеку, человеку, ну, ревнующему человеку, да, человеку, который ревнует, у него есть большие проблемы с доверием, потому что человек не доверяет себе. И, соответственно, сперва он, как бы, ну, будет как-то вот вас от себя отталкивать, вот. А потом будет приближать. Это, я бы сказал, классическая история людей, которые в себе не уверены, к сожалению. К сожалению, повторюсь. То есть, тут именно вот такая вот в данном случае беда. И вы играете в эту игру. Понимаете? То есть, это вот, ну, натурально такие вот, получается, созависимые у вас отношения с человеком. Вот. Что вы, как бы, ну, по сути дела, подыгрываете ему. В этой вот его игре, в этой его такой вот, ну, я бы сказал, наверное, болезненной такой модели поведения. Вот. Возникает вопрос. Опять же. Осознаете ли вы, что играете в эту игру? Осознаете ли вы, что, если вы, грубо говоря, покупаетесь на улучшение его отношения к вам, когда он начинает, там, ну, о вас, например, заботится, понимая, что делает это к расставанию, ну, вот, вы подпитываетесь тем самым его такую вот модель поведения. Вот. И по большому счету, более-менее, находиться в том, что можно было бы с натяжкой назвать отношениями, вы можете только когда угрожает расставанию. Но здесь есть еще один важный момент, что со временем молодой человек перестанет вам просто верить в то, что вы от него, там, грубо говоря, уйдете, потому что раз вы как-то вот, ну, вроде как сказали, что уйдете, но не ушли, два, вы сказали, что уйдете, но не ушли, и все, и молодой человек понимает, что это просто, ну, пустые угрозы, и можно к этому не относиться, как бы, ну, всерьез, и все, и что называется, дело в шляпе, вот, поэтому, как бы, тут тоже такой вот нюанс, да? Дальше, идем. Значит, я очень устал от этих отношений, хочу быть свободной. Хорошо, для чего вы тогда с ним сошли? Здесь, как будто бы вы, ну, напротив, как будто бы вы не хотите быть свободной, потому что, ну, если, ну, если вы хотите быть свободной, то как-то вот вы выбираете, во-первых, для этого странного партнера, а во-вторых, ну, пожалуй, вам для этого не нужен молодой человек, чтобы быть, ну, чтобы быть свободной, вот, поэтому, как бы, тут вот тоже есть, на мой взгляд, эм, такие нюансы, на которые, мне кажется, вам нужно обратить внимание. То есть, хотите быть свободной – супер, но не совсем понятно в таком случае, зачем вам молодой человек и так далее, потому что с ним свободной быть вы не можете, по крайней мере, не можете рассчитывать на его помощь вам в том, чтобы вы были свободной. Вы можете быть свободной сама по себе и быть свободной в отношениях, но для этого вам молодой человек не нужен никак. То, что вы чувствуете ограничения – это, я боюсь, ваши собственные ограничения, которые вы, ну, как бы, сами себе в данном случае сформировали. Дальше вы пишите, да, и брат, расстаться с ним тяжело даже мне. Почему? Почему тяжело? Вот чем тяжело? Обратите внимание, вы говорите, что, эээ, значит, мне, я, по-моему, чувствую постоянно не свободу, я чувствую, что, эээ, ну, постоянно давление, слежка и т.д. и т.п., но при этом расстаться не тяжело. Это вот и есть, как мне кажется, проявление некой такой, эээ, ну, некой такой зависимости. Вот, поэтому вам бы здесь изучить, в первую очередь, треугольный карман. Первое. А второе – изучить психологическую игру скандала. Эээ, значит, эээ, дальше разобраться в себе, в своих чувствах, в своих конфликтах. И следующее – вырабатывать уже на основе этого более конструктивные модели коммуникации, чтобы, в общем-то, коммуницировать с человеком вне зависимости от того, как он себя ведет. Следующее – что мне делать? Что вам делать, чтобы что? Как быть, чтобы что? Не понимаю, как правильно. А почему в отношениях вы руководствуетесь тем, как правильно? Разве правильно то, что мы… то, как молодой человек себя ведет? Разве правильно, что вы с ним сошлись, ожидая справиться? Разве правильно, что вам некомфортно? Но разве и правильно, что у вас есть к нему какие-то чувства? Понимаете? Так что руководствоваться тем, что правильно, в данном случае, и вообще по жизни, когда дело касается, ну, вашей личности, психологического здоровья, мне кажется, не лучшая идея. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...